Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, прежде всего, спасибо за приглашение, которое позволило мне сегодня вновь получить возможность обратиться к вашему форуму. В последний раз я выступал здесь 4 года назад, в марте 2011-го. Прошедший с тех пор период характеризовался накоплением угроз в области международной безопасности, глубокими кризисами, охватившими не только отдельные страны, но и целые регионы. Я, говоря об этом, отнюдь не для нагнетания алармизма, а лишь с целью подчеркнуть, что именно в такие переломные периоды как никогда востребовано конструктивное, равноправное, многостороннее взаимодействие с целью выработки общеприемлемых подходов, опирающихся на баланс интересов, а не на амбиции тех, кто рассматривает весь мир исключительно через призму собственной исключительности. Сложность и комплексность проблем, с которыми столкнулось мировое сообщество, влияют и на положение дел в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия и массового уничтожения. Мы приветствуем проявляемые большинством государств стремление к поиску компромиссов, позволяющих продвигаться по пути надежного обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности. Есть и общее понимание о необходимости более эффективно задействовать имеющуюся в нашем распоряжении механизм, уникальную по своему экспертному потенциалу и накопленному опыту разоруженческую триаду, Первый комитет Генеральной Ассамблеи, Конференцию по разоружению и Комиссию ООН по разоружению. Убеждены, что в нынешних условиях этой триаде нет альтернативы, все ее звенья взаимосвязаны и дополняют друг друга, опираются на тщательно выверенные мандаты и правила процедуры. Особое место принадлежит Конференции по разоружению, в рамках которой была разработана серия базовых международных соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения. Потенциал этого переговорного органа, конечно же, далеко не исчерпан. Разделяя озабоченности относительно пробуксовки конференции на нынешнем этапе, мы выступаем за восстановление ее функций в полном объеме через согласование общеприемлемой программы работы. Для этого всем предстоит проявить гибкость, найти баланс интересов, разумеется, без ущерба для основополагающих принципов деятельности конференции. Меньше чем через пару месяцев откроется очередная обзорная конференция договора по нераспространению ядерного оружия. Мы призываем всех предельно бережно относиться к этому документу, который по праву считается краеугольным камнем глобальной стратегической стабильности и международной безопасности. Одна из основных задач предстоящей обзорной конференции подтвердить приверженность целям договора, вытекающим из него обязательствам и его укреплению на основе плана действий, принятого консенсусом в 2010 году и в полной мере сохраняющего свою актуальность. Считаем, что все зафиксированные в плане положения должны быть выполнены. Серьезная озабоченность в этой связи вызывает неопределенность с реализацией решения о созове конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств их доставки. Казалось, усилия, предпринятые многими странами, в том числе Россией, давали надежду на нахождение разумного пакета по повестке дня и процедуре форума. Однако созвать это важнейшее мероприятие в установленный срок не удалось. Тем не менее, задача запуска переговоров о создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, остается в качестве приоритетной международной повестки дня. И мы считаем важным продолжать диалог с участием всех стран региона в интересах безотлагательного созова конференции. Приветствуем расширение ареала безъядерных зон, которые приближают нас к благородной цели мира безъядерного оружия. Важным вкладом в этот процесс стало подписание в прошлом году членами пятерки протоколов к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Россия также готова подписать протокол к Бангкокскому договору о такой же зоне в Юго-Восточной Азии. Среди обнадеживающих факторов в контексте укрепления режима ДНЯУ выделю конструктивный ход переговоров по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Всемирно содействуем их успешному и своевременному завершению, добиваясь договоренностей, которые будут прочно опираться на принципы ДНЯУ и лучшие практики МАГАТЭ. В этом году успешно завершена не имеющая аналогов операции по химической демилитаризации. Вывоз всех компонентов химического оружия и прекурсоров из Сирии, в организацию которого Россия внесла весомый политический и материальный вклад, стал возможным благодаря слаженной работе ООН, Организации по запрещению химического оружия и многих государств, прежде всего самой Сирии, правительство которой в беспрецедентно сложных условиях обеспечило выполнение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и добросовестно сотрудничало с международными партнерами. Уважаемый господин председатель, Москва привержена курсу на ядерное разоружение. Яркое подтверждение тому четкое выполнение российско-американского договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Приоритетная задача – выход к 2018 году на предусмотренные договором уровни по носителям и боезарядам. Как подтвердил президент России Владимир Путин, мы готовы к самому серьезному предметному разговору по вопросам ядерного разоружения, но именно к серьезному без двойных стандартов. Очевидно, что любые дальнейшие сокращения и ограничения ядерных арсеналов могут осуществляться только при обеспечении равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств. Именно такой подход к ядерному разоружению зафиксирован в консенсусном плане действий дня у 2010 года. Необходимость учета в процессе ядерного разоружения всех факторов, воздействующих на глобальную стратегическую стабильность, была подтверждена и в заявлении ядерной пятерки, представленном на днях вашему форуму. На стратегический паритет сегодня влияет целый ряд факторов. Среди них, упомяну, односторонние действия Соединенных Штатов и их союзников в сфере создания глобальной противоракетной обороны, которые уже оказали деструктивное воздействие на стратегическую стабильность, по сути, подрывая перспективу продвижения к так называемому ядерному нулю, то есть к цели, которую, как я понимаю, разделяют многие присутствующие в этом зале. Нельзя игнорировать и тот факт, что сегодня многие виды высокоточного оружия по своим возможностям уже приблизились к оружию массового поражения. И в случае отказа или резкого сокращения ядерных потенциалов, страны, обладающие лидерством в создании и производстве высокоточных систем, получат явное военное преимущество, что также чревато сломом паритета и дестабилизацией. Нас серьезно беспокоит, что на неопределенную перспективу отодвигается вступление в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Односторонние моратории, конечно, важны, но они не эквивалентны договорным обязательствам. Нужна ратификация ДВЗЯ и всеми без исключения ядерными государствами. Россия сделала это еще в 2000-м году. О нестратегическом ядерном оружии. Хотел бы напомнить, что в рамках реализации так называемых президентских инициатив 1991-1992 годов Россия на три четверти сократила свой арсенал таких средств, перевела их в категорию неразвернутых и сосредоточила на центральных базах хранения в пределах национальной территории. Это беспрецедентная мера, которая реализована, несмотря на то, что в Европе по-прежнему остается оперативно развернутое ядерное оружие Соединенных Штатов, способное достигать российской территории. Более того, ведется модернизация таких американских вооружений, причем некоторые европейские неядерные члены НАТО активно участвуют в так называемых совместных ядерных миссиях. Подобная совместная отработка навыков применения ядерного оружия с участием неядерных стран НАТО, подтвержденная, кстати, решениями прошлогоднего саммита Альянса в Уэльсе, ведется в нарушении двух первых основополагающих статей Договора о нераспространении ядерного оружия. Перспективы обеспечения равной неделимой безопасности для всех напрямую зависят и от предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. С удовлетворением отмечаем консолидированную позицию международного сообщества по данному вопросу, что отражается в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, которые традиционно принимаются практически единогласно. В подкреплении этих усилий на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи была представлена и принята подавляющим большинством новая резолюция неразмещения первыми оружия в космосе. Ее соавторами стали 34 страны. Выступая в этом зале 7 лет назад, я имел честь от имени Российской Федерации и Китая понести на рассмотрение конференции проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в отношении космических объектов. С удовлетворением отмечаем, что этот документ получил широкую международную поддержку и в своем недавно обновленном виде создает, по нашему убеждению, необходимую основу для переговоров на конференции по разоружению. Призываем всех участников конференции как можно скорее принять решение о начале таких переговоров по российско-китайскому проекту и желаем вам успеха на этом и на всех других направлениях вашей деятельности, включая, конечно же, скорейшее согласование повестки дня. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.